Максим является одним из ключевых контрибьюторов в IMC-библиотеке на Питоне, которого, возможно, юзали, если использовали байсовские методы на Питоне. Скорее всего, юзали. Да, это, наверное, один из дефолтных выборов, что использовать, если нужен байсовский вывод. Пару слов о себе. Я работаю в компании PMC Labs, мы там занимаемся исключительно whitebox-моделями, исключительно пайсовским выводом, для того, чтобы какие-то знания о бизнес-процессах в компаниях переносить в модели, которые они потом будут использовать для своих замечательных приложений. И вот, вообще говоря, встречается большое количество таких проблем. и можно попробовать их положить на шкалу того, насколько прозрачны и сами проблемы, и методы, которые там используются. И получится такая картина, что вот есть один экстремум, где у нас обрабатываются картинки, генерируются тексты, какие-то рекомендации делаются, очень много фичей, где даже человеку очень сложно понять, что на что влияет. И мы какими-то способами пытаемся объяснить, что нам выдает модель в предсказании, пытаемся объяснить, почему она именно так сделала. И такие модели, я называю blackbox-моделями. Это более-менее такой общепризнанный термин, что blackbox-модель, которые очень сложно заглянуть, и которые, в лучшем случае, можно сделать graybox-моделями, чтобы объяснить их предсказания. В другом экстремуме есть модели и задачи, которые требуют непосредственного участия человека в том, чтобы составить модель так, чтобы она отвечала хоть каким-то требованиям к тому, что из нее вообще хочется вытянуть. Ну, например, какой-нибудь маркетинг или оптимизация цепочных поставок. Нам надо понимать, насколько хорошо у нас работают каналы поставки, каналы рекламы и так далее. АБТ-тесты туда тоже очень хорошо относятся. И есть огромное такое вот облако domain-specific problems. Это те, которые с полпинка в двух словах не объяснишь, где там начинается какая-то биология, химия и вообще очень большая экспертиза, где, с одной стороны, стандартные модели не работают, а с другой стороны сидят лаборанты, которые вон вот руками что-то делают и имеют очень много представлений о том, какая взаимосвязь между переменами присутствует и которую они хотят оценить. И есть что-то посередине, где мы можем использовать в том числе структуру, интерпретируемую это в CosaWinference, и можем в CosaWinference даже использовать какие-то black-box модели, заранее, конечно, составив граф зависимости, которые нам известны достаточно достоверно от экспертов или еще от кого-то без такого, без инвестигейшн в то, какие у нас есть причинно-следственные связи. Вот, ну и много-много-много всего. Вот, и байзовский вывод, и байзовский подход это как раз вот про правый экстремум, про white-box модели. Там он прям себя наибольшим образом проявляет. И вот, когда подходят к обучению, к машинам обучения, очень складывается такая картина, что у нас очень мало ручек того, что мы можем менять. У нас есть алгоритмы, в которых есть гиперпараметры. И получается, у нас есть такое разделение, что у нас есть входные переменные, выходные переменные. И все, что мы можем делать, это просто докручивать и выбирать алгоритм. И это лишает нас огромной возможности влиять на то, что мы знаем про проблему. Какие там причинно-следственные связи между самыми переменными, как распределены ошибки, какие у нас есть иерархии, как эффекты соотносятся между собой в различных группах тритмента. И вот такой вот подход, он просто упускается в силу того, что его невозможно полноценно применить в рамках классического MA. В байдерском выводе у нас нету какого-то стандартного алгоритма. И поэтому приходится подходить к каждой проблеме индивидуально примерно на 90%. 10%, если что-то уже написано, какие-то части модели. Но все равно приходится подходить настолько, что надо общаться с людьми, которые знают, чем занимаются, попытаться разбираться в проблеме, потому что сама модель, она складывается из таких вот конструкторов Lego. И из маленьких частей мы делаем большую модель, делая все больше и больше предположений или ослабляя эти предположения. Можно начинать с простой модели и потом добавлять, ослаблять какие-то предпосылки, добавляя большую структуру в модель и смотреть, как какой-то добавленный эффект себя проявляет после оценки на данных. Вот это очень различается от подхода классического ML, где у нас зависимость дана и больше мы с ней ничего не можем сделать. Тут помимо зависимости мы можем еще дополнить ее структурой. И под эту категорию можно даже попытаться какие-то критерии подобрать, чему должна отвечать наша задача, какие должны там присутствовать знания о том, что там происходит, какая структура там есть, чтобы понять, стоит ли вообще смотреть в сторону байсовского подхода. Ну вот с самого простого можно начать. Это какая-то иерархическая структура. Например, у нас есть несколько регионов, и мы знаем, что они с одной стороны различаются, но с другой стороны большого различия мы предположить не можем. Это хочется как-то учесть. Может быть, там есть какие-то географические признаки, которые должны соотноситься между собой. Это могут быть временные ряды. Вот в временных рядах очень тоже много структурных именно предположений про сезонность, про какие-то структурные сдвиги, какие-то change point. И большой кусок, опять же, проблем и условий, которые тоже так сходу не объясняют. Как секвенируется белок? Там очень много предположений о том, как происходит вот этот вот процесс, который наблюдается в микроскопе. Там тоже очень много структурных предположений. И вот, если вы заботитесь только о предсказании, то есть о условной вероятности, то вам в целом можно и лучше использовать классический ML или conformal prediction, то есть такой подход, когда вы можете оценить неопределенность предсказания. Но если вам надо именно понять, что происходит в самом процессе, вот здесь байзовский вывод вам очень поможет. Чуть-чуть поподробнее разберемся давайте с том, что имеется в виду под иерархией. Ну, например, у вас есть несколько магазинов, и вы знаете, что туда, что они находятся в разных локациях. И группы населения там тоже для каждого магазина специфические. И вы можете понять, что, наверное, надо как-то разделить предпочтения между группами. Но, с другой стороны, какой-то магазин может быть маленький, и уж совсем его делать независимым бессмысленно. В том плане, что там их просто для него мало, чтобы его конкретный эффект оценить. И вот в Брайсовском подходе можно сделать такой прием иерархическую модель и сказать, что у нас есть группы населения и эффекты, которые привносятся в объясняемый наблюдаемый переменную, они, с одной стороны, схожи и берутся как из популяции, но, с другой стороны, немножко различаются, потому что группы все-таки разные. Вот это помогает нам разобраться с тем, что у нас есть разного размера группы в выборке, и между группами получается провести такую вот связь того, как мы обмениваемся информацией о том, какой эффект все-таки группа привносит. Вот. И для маленькой группы эффект будет как будто из популяции, потому что нам недостаточно данных, а для больших групп эффект будет оценен уже достаточно хорошо. И у нас не возникнет такой ситуации, что из-за маленькой группы у нас какая-то странная оценка получилась. Она у нас просто будет размытой, но лежать недалеко от популяции. И даже если у нас там были выбросы, а популяция говорит, что у нас все-таки эффект небольшой, то это отразится и на маленькой группе. Это позволяет нам даже предсказывать на новых группах. Мы просто будем на самом деле брать эффект из популяции, просто потому, что у нас нет данных для новой группы. Еще иерархия может быть пространственной. И здесь начинается самое интересное. Если у нас возникают какие-то координаты x и y на карте, то мы можем начать, что по регионам какой-то например спрос на пусть будут энергетические ресурсы будет не сильно отличаться от места к месту. И нам надо зная это сделать предсказание на новых локациях. И мы можем использовать как раз таки информацию о структуре treatment эффекта, что он у нас не сильно отличается. Если мы находимся недалеко от исследуемых объектов, мы можем использовать эту информацию о схожести для предсказания на новых группах, что уже по своей сути очень интересное применение, которое вообще не было доступно в классической постановки. Может быть нам предсказание бы и можно было сделать, но сам treatment эффект он был зарыт в модели. Вот в примерах, которые есть на сайте PMC с документацией, там вот такое исследование было по уровню радона на домохозяйство. И было два участка, где было очень мало данных, и они просто не попали в выборку нормально. И здесь видно, что распределение вот этого газа, концентрация этого газа, оно завязано географически. И мы можем действительно сделать предсказание на тех объектах, для которых у нас просто нет данных. Из-за того, что мы учли это в структуре модели, что эффект у нас связан географически. Поэтому это открывает очень много интересных приложений. Помимо этого, у нас еще есть такая вещь, как опериорное распределение. И это отличается от структуры тем, что мы уже имеем какую-то структуру, мы ее построили на основании того, как мы имеем представление о модели взаимосвязях. И теперь нам надо в природных распределениях на эффекты понять, что нам важно оценивать, что нам не важно оценивать. Здесь мы можем отсечь просто те регионы параметров, которые совсем абсурдны. Мы например можем оценивать плотность, иметь какое-то представление плотности какого-то химического соединения и как оно там например скорость реакции происходит. Но отсечь какие-то совсем экстремумы. Что не происходит взглянно и ничто не происходит бесконечно долго. У нас есть какой-то регион, в который мы верим. И достаточно угадать даже на порядок, чтобы априорное распределение имело под собой достаточно обоснований в практическом приложении. Когда много данных, нам априорное распределение становится не так сильно важным, потому что данные и правдоподобие очень сильно перевешивает в оценке. Но когда данных очень мало, то априорное распределение действительно играет очень большую роль. И то, насколько мы ограничим наш доступный набор параметров, оно нам очень сильно скажется и поможет в том, когда мы имеем дело с очень ценными дорогими наблюдениями. В COSAL инференсе тут мы конечно не сможем проверять на казальность, но мы можем эту казальность учитывать в структуре нашей модели. И мы можем говорить, что что-то влияет на какую-то переменную опосредованную и оценивать цепочку, чтобы после оценки нашей модели мы смогли по этой цепочке пройтись и сделать do-inference, что как раз таки нам поможет избежать той ситуации, что условное распределение отличается от распределения интервенции, просто потому что мы учли всю структуру взаимодействия. Очень интересно прослеживается различие с фреквентистским подходом к стат-тестам, к проверке значимости. Вот перед вами несколько утверждений про пивалью. Что, например, пивалью – это вероятность, что нулевая гипотеза верна, что один из пивалью – это что альтернативная. Напомню, что нулевая гипотеза – это отсутствие эффекта. И вот казалось бы, что пивалью – это то, что нам нужно для интерпретации. Когда мы идем к заказчику, мы говорим, что вот у нас пивалью очень низкий, у нас отсутствие эффекта почти невероятно. И наличие эффекта, я мог оговориться, вот что наличие эффекта у нас очень-очень сильно правдоподобно. Вот. И тут у нас возникает правило, что надо уменьшать этот параметр значимости сначала до 5%, потом еще меньше, потом еще меньше, потому что у нас иногда получается, что какой-то шум у нас все равно оказывается значим. И вот пока мы здесь с вами обсуждали то, что пивалью – это вероятность нулевой гипотезы, на самом деле никакое из этих утверждений вообще правдой не является. У нас все эти утверждения ложны. пивалью – это совсем невероятность нулевой гипотезы. Это гораздо более сложная статистическая характеристика самого подхода к тестированию статистической значимости. И оно не имеет никакого отношения к вероятности эффекта. То же самое с доверительными интервалами. Вот я недавно видел мем, но кивки не могу вставлять сюда, что очень похожая ситуация на бросание колечек. Что мы как будто пытаемся оценкой окольцевать настоящую истинную переменную, истинный эффект. Вот если мы попали, то у нас эффект попал в confidence интервал. Не попал, но так вот случилось. И вот количество попаданий колечком это у нас есть 95%. Интерпретация очень сложная и затейливая. Когда же лично я думаю о том, что у меня есть доверительный интервал, неважно, из статьи, откуда-то еще, я всегда думаю о том, что набор вероятных значений лежит от А до Б. Ну и нигде больше. 90%. И вот 95% того, чему я могу доверять, оно лежит в этом интервале. И вот на самом деле, если вы когда-нибудь думали про доверительный интервал в таких вот терминах, вы на самом деле думали про bias-овский интервал, потому что именно bias-овский интервал будет содержать 95% эффектов или оценок параметра, которые объясняют ваши данные. И его легко объяснить, на нем можно строить много дальнейших выводов. И один из таких вот прикладных выводов это симуляция, например, возврата на инвестиции. С точечной оценкой и с доверительным интервалом частотным это было бы достаточно некорректно. Вот если мы не предпримем больших усилий сделать еще и корректный bootstrap, удостовериться, что он правильно работает и проработал достаточное количество времени, и то это будет различаться от того, что вы сначала сделаете предположение о каком-то эффекте, потом его оцените и соотнесетесь с тем, что вы изначально предполагали, а потом уже будете симулировать возвратные инвестиции. И от этой симуляции вы можете сделать достаточно такие actionable выводы. Вы можете посчитать value, risk, что будет в худшем случае. Вы можете посчитать какой-нибудь оппортунизм, что будет в лучшем случае. Вы можете посчитать много-много всего, что можно ставить в красивый отчет и объяснить простыми словами, что в 95% случаев наша прибыль будет не ниже вот такого порога. Это достаточно важно. И вот в ЭБ-тестах этот эффект можно и оценить. И в классическом подходе к ЭБ-тестированию, вчера тоже были доклады, я внимательно решил посмотреть, с чем люди сталкиваются, когда делают ЭБ-тестирование, и они сталкиваются с достаточно такими жизненными проблемами, что необходимо равномерная выборка 50 на 50, возникают сложности с разбиением 10 на 90, что вот у нас уже выбросы будут влиять сильнее, все равно в конечном итоге мы получаем точечные оценки. Нам необходим бутстрап. Про бутстрап совсем пару слов скажи, чем он похож на байсовский подход и чем не похож. И приходится предполагать нормальность распределений, ну или хотя бы их происхождение из экспоненциального семейства. А с бутстрапом такая история, что если вы делаете априорное распределение в так называемое, и не предполагаете никакого размера эффекта, например, после внедрения печи продаж увеличится на тысячи процентов или на сто процентов или на один процент. Вот для классического теста это все гипотезы, которые из одной серии. Они равновероятны. В байсовском подходе вы сделаете предположение о том, что вот если я меняю цвет кнопки, то на 10% точно ничего не изменится. Дай бог на 1% конверсия меняется. Просто что кнопка стала не белой, а серой, заметной. вот. И это обостроп отличается тем, что это по сути тот же самый байсовский вывод, только при предположении, что эффект сайз у нас любой. И в этом плане надо быть очень осторожным в интерпретации и все равно не забывать о выбросах. Если мы перейдем к тому, что нам может дать дополнительно байсовский подход, я постарался такую табличку сделать. Ну, во-первых, самое такое с одной стороны первое, но нетривиальное, это сделать распределение ненормальным. Например, какой-нибудь Zero Inflated Log Normal это, например, распределение чеков по конкретной позиции в магазине. Кто-то у нас не покупает орехи, а кто-то покупает их в каком-то количестве, но никто не продает орехи в магазине. На кассе. Вот поэтому у нас только положительное наблюдение с преобладанием нулей. Потом у нас могут быть множественные тесты, маленькие пилоты, несбалансированные выборки, сравнение многих экспериментов между собой. И вот как раз то, что я рассказал на одном из предыдущих слайдов, это применение юнит-экономики, что мы можем оценить. Вообще привлекательность конкретного варианта из АБ-теста и оценить возвратные инвестиции. Вот это все получается именно за счет того, что а, мы учитываем опериорное распределение, б, мы учитываем структуру в нормальном правдоподобии, и, с, что мы используем опериорное распределение как набор параметров или эффектов, который объясняет наши данные. Еще сравнительно недавним результатом, который начинаем активно применять в работе и в задачах прикладных, это линейная регрессия. Вот мы, наверное, всегда думали, что линейная регрессия это вот матрички перемножить и сделать предсказания. А в эконометрике у нас есть уже всем известные closed-form формулы для того, чтобы сделать оценку параметров, оценить их значимость, и в одной из статьй rdd2m2 авторы немножко переизобрели подход, с которым это все используется в пайсовском выводе, и привнесли туда информацию про то, насколько у нас хорошо линейная регрессия объясняет данные, про то, как у нас какие переменные важны, какие не важны, вот это про feature selection, и про то, что нам лучше объясняет с точки зрения экспертизы, должно объяснять наши данные, и вот расширение про направление эффекта, то есть если у нас какая-то переменная влияет только положительно на объясняемую, то мы должны сделать предположение о том, что эффект направленный, вот, и заимплементировать расширение простой формулкой для того, чтобы учесть направленность взаимодействия. Вот это все у нас есть в PMC experimental библиотеке, вот, и сейчас работаю над тем, чтобы сделать это чуть-чуть более общим с точки зрения какие предположения можем делать. Вот, в конце будут ссылки. Вся вот эта замечательная структура, все эти приороны распределения очень здорово ложатся на такие приложения бизнесовые, как, например, маркетинг. Вот, если вы компания рогай какой-то, вам, наверное, это интересно, но если вы большая компания с большим маркетинговым бюджетом, где вы уже подходите чуть менее индивидуально к маркетинговым каналам, просто потому, что процесс отлавленный, то распределение бюджета это уже является задачей. И Media Mixed Model это как раз таки модель, которая позволяет с учетом того, какие взаимосвязи у нас работают в маркетинге, оценить привлекательность конкретных маркетинговых каналов, будь то ВК, Facebook, TikTok и так далее. И вот с HelloFresh мы тестировали такое нововведение, новшество в семейство таких методов, как учет в варьируемый варьируемого Customer Position Cost. это то, сколько вы должны денежек заплатить за то, чтобы к вам пришел клиент. И в зависимости от времени у нас Customer Acquisition Cost может меняться. Ну, какие-то, не знаю, там, новогодние траты или события политические или еще что-то. У нас эта величина не является постоянной, на нее влияют прочие факторы, которые нам еще надо оценить. И вот классический подход, как это оценивается, это люди идут к Виндору в Facebook и просят сделать тест, который они делают на своей стороне. Вот это мероприятие достаточно затратное. Но если внести такое структурное предположение в модель, то мы можем еще оценить и такую вариабильность Customer Convision Cost во времени. Плюс ко всему имея оценку такой Grand Truth от Виндора. Мы можем проинтерполировать то, как у нас менялся эта величина, имея и оценки от Виндора и данные, которые мы пронаблюдали. И соотнести это с тем, что мы и ожидали, и с тем, что мы ожидаем в будущем. Может быть, с этим связана какая-то сезонность. Другой интересный случай, где мы применяли иерархические модели уже, это был кейс с агрикультурой. И там мы проверяли то, как удобрения ведут себя в различных климатических условиях, в различных локациях и с различными культурами. вот это достаточно сложный дизайн АБ-теста, который должен себя учитывать и географическое расположение, и схожесть географических расположений, как в большом штабе, так и маленьком, и различия между культурами. Вот. И здесь исследуется несколько предсказания, какой будет выход с культуры в следующем сезоне, насколько хорошо работает конкретное удобрение и в каких условиях его лучше применять. И опять же, структурные предположения очень помогают в этой оценке, потому что не понастроишь эфир в одной локации для проверки одной гипотезы. Вот. Гораздо более реалистичный случай, что надо строить в разных локациях для того, чтобы диверсифицировать риски засухи и климатических условий. Вот. Я постарался уложиться так, чтобы у нас осталось 10 на разные вопросы. Вот тут есть ссылочки, где можно либо со мной как-то связаться, либо посмотреть серию вебинаров, которые, кстати, сейчас до сих пор идут. И вот 8 июня будет вебинар по АБ-тестированию, где буду рассказывать про то, как мы осмыслили применение байсовских методов в АБ-тестировании и промасштабировали их до миллионов наблюдений для, к сожалению, неназванной компании. не могу ее называть. Вот. Этот курс открытый. Вот. Изначально он планировался под аудиторию МГУ, вот, где уже первый год провел. Вот. Но я стараюсь расширять аудиторию. Вот. Можно посмотреть, познакомиться на Ютубе. Вот. Если есть вопросы, то с удовольствием пообслуждаю. Спасибо большое, Максим. Поздравляем. Максим, у меня перед тем, как мы вопросы зачитаем, их там есть куча. У меня такой вопрос, который мне жжет сердце давно. Я познакомился с библиотекой по АМЦ, читая книгу про Бобалистик Программинг Боезен Метод for Hacker Кэм Дельсона. И в какой-то момент они перестали работать с библиотекой по АМС 3, которая текущая. То есть репозиторий книжки разошелся, если примеры, не работали. Я видел, что их обновляли. То есть сейчас у них на Гитхабе обновленная, потому что именно как введение в проблематику для программиста она идеальна, мне кажется, книга. И инструмент хорошо подходит. И работают ли сейчас примеры из репозитория? Примеры из репозитория? Вот тут я не решусь сказать. Я через где-то несколько месяцев на самом деле планирую еще интересный формат а-ля в PowerCoding теми примерами из книги, из репозитория Examples, чтобы обновлять постепенно коллекцию примеров. плюс ко всему и делать это интересным с той точки зрения, что уже имея какой-то прикладной опыт, можно по-другому взглянуть на существующие примеры и исправить там былые недостатки. Но да, мы библиотеку обновляем. Это скорее вынужденный шаг, чем какая-то прихоть. Там было много событий, но это затянется на полчаса, если будем обсуждать. байсов. Да, вот, тут вопросы спрашивают про недостатки у байсовского метода, я с конца начну читать. Да, из-за недостатков я бы выделил то, что если уж вы делаете байсовский вывод, то, во-первых, самое критическое, что вот я, наверное, посоветую, это знать на 100%, что вам нужны байсовские методы. И я постарался как-то описать какие-то общие проблемы их применения, потому что оценивайте выгоду от какого-то метода, не привязывайтесь к методу. Если вы хотите решать какую-то проблему, она решается не байсовским выводом, решайте ее не байсовским выводом, это будет абсолютно справедливая рекомендация, потому что байсовский вывод это погружение в проблему, и не всегда с точки зрения заказчика погружение в проблему и проведение там месяца другого сопоставимо с тем, что получится. Наверное, временные затраты это главный недостаток байсовского вывода, не столько вычислительный, сколько погружение человеческое. Надо разобраться, надо пообщаться, надо подумать над структурой, надо сделать очень много шагов, чтобы сделать это корректно. Но, слава богу, есть ресурсы. Кстати, тут нет ресурса, я не сослался. Bayesian Workflow есть такая статья на архиве от Эндрю Геллмана и большой компании. Она как раз описывает тот подход, который необходимо использовать для решения приклада, именно прикладных, а не теоретических задач. Да, это именно эта статья. Она во многом описывает то, с чем вы столкнетесь, если вы будете работать с байсовским подходом. Потому что это инсайты, но они даются именно таким вот трудом статистическим. статистическим. У Кристофера Мальнара, который автор книги про интерпретируемость самый известный, у него вышла недавно книга The Modeling Mindset, где он как раз сравнивает разные подходы к снаряду, то есть, что мы можем думать о задачи как частотник, как байсовские методы, и в общем, он там пять разных подходов разбирает, и как раз вот вот эту вашу мысль, что не обязательно имеющимся в руках у вас молотком забивать все гвозди. Конечно. Вопрос по байсовским АБ-тестам. Нужно ли как-то в частотном определять число наблюдений за радио, или можно прерывать тест когда хочешь? Если нужно вычислить то как? Пистотно? По байсовским. По байсовским. Я думаю, что там опечатка. Опечатка. Да, кстати, приходите на следующий вебинар. Он в четверг будет вечером. Вот там я как раз про это тоже буду рассказывать. Там есть метода как выбирать соотношение количества наблюдений. А вот можешь ссылку скинуть? Ссылку скинуть да. Просто на вебинар чтобы А кстати ссылка она была на слайде, да? Она была на слайде, а вот я сейчас нашел ссылку быстро. Вот я сейчас тоже скину. Он будет на английском. Да. Там используется подход, который называется параметр recovery style. Или еще его в народе называют господи, я это название меньше всего люблю. Simulation based calibration. Когда мы делаем симуляцию из-за приорного распределения, пытаемся оценить заново параметры исходной модели. И этот подход позволяет как раз соотнести размер выборки, то что мы симулируем, и качество, которое мы теоретически можем достичь. И вот такое качество, по крайней мере на практике, самое нормальное было rock-a-ulk. rock-a-ulk. Поле не все понимают, что такое rock-a-ulk. Как мы лучше рандома. И можем посмотреть, насколько лучше рандома. Нам дает выводы именно байосовский подход и соотнести это все с тем, что мы запланируем для проведения. К счастью, такой анализ делается один раз, потом вешается на стену, оборачивается в золотую рамку и больше никогда не трогается, потому что он на самом деле не очень такой тривиальный с моей точки зрения. Но это то, как правильно подходить к выбору M и такому балансу качества и размера выборки. Мне кажется, на семинаре на метафе по АБТ-тестам зимой ты про это рассказывал, мне кажется. Да, мне кажется, это было очень коротенько. Я думаю, в какой-то момент будет еще вебинар по тому, как это руками делать. Но пока что я не знаю, когда. Ну, в любом случае, спасибо огромное за то, что вы, как лаба, и ты лично делаете для вот этой отрасли, это очень круто. Я лично вам многим обязан, потому что я очень много использовал библиотеку и подходы и ваши материалы в своей работе в консультации. Очень приятно. Да. Да. Немножко саморекламы. Если вам нужна какая-то консультация, вот, или у вас есть какая-то проблема, вот, я открыт предложение. Вот, ну и, наверное, у нас время на вопрос есть еще один временный вопрос? У нас буквально две минутки, пока Кристина готовится. Кристина, должна появиться кнопка «Бекам и спикер» слева внизу. Ну, на самом-то деле трудно тут какой-то вопрос собрать, потому что я думаю, предлагаю просто завершить, попрощаться, сказать спасибо большое. Очень классно. Спасибо.